Первую часть книги Кира Булычева «Посёлок Перевал» я прочёл ещё в детстве. Книга мне очень тогда понравилась, и должен сказать, это достойный вклад в тему альбинзону космоса. Но не только. В ней поставлены ещё некоторые очень важные вопросы. Наверное, также ещё важно, что главные герои этого романа подростки. А я в те годы был близок к ним по возрасту, и поэтому, видимо, невольно спроецировал всё, прочитанное на себе. Самое же главное, Киру Булычёва в этом романе удалось показать, так сказать, обратную сторону прекрасного далёка. Того самого мира, из которого Алиса Селезнёва, в которую в своё время были влюблены все советские школьники. Только книги об Алисе – это, безусловно, детские книги. Здесь же книга далеко не детская, хотя мы и имеем в ней главный герой от подростков. Но так тоже, как говорится, было это. Не знаю, осознанно или неосознанно, но Киру Булычёву удалось показать, что великая, колоссальнейшая мощь космической цивилизации, цивилизации прекрасного далёка, разумно и справедливо при этом устроенной, не такая уж и великая мощь оказывается. Оказавшись на дикой планете, эти люди мира прекрасного далёка оказываются совершенно не приспособлены к выживанию в диких условиях. Повторяю, не знаю, осознанно это сделал Булычёв или неосознанно, но ему удалось великолепно показать, что такая вот немыслимо прекрасная, такая вот немыслимо великая, такая вот немыслимо справедливая кругом во всём, цивилизация прекрасного далёка, тем не менее, обладает огромным недостатком. По сути, это цивилизация костылей, так же, как и наша современная цивилизация. Дело в том, что мы развиваем не человека, а мы развиваем костыли, технические приспособления. Да, мы сделали эти костыли очень совершенными. Самолёты наши научились летать быстрее звука. Космические корабли теперь летают в космос, а даже на Луну. Там уже побывал человек. Я не говорю об автомобилях, и таких примеров много, но это всё очень совершенные костыли. Сам человек и его тело, его организм ничуть не стал лучше. Развивать нужно не только технику, развивать ещё нужно и себя. Или любая серьёзная катастрофа опять отбросит нас в первобытное состояние. У Балачёва эта катастрофа локальная, катастрофа звездолёта. И оказавшись в условиях другой планеты, враждебный человек, впрочем, как и враждебна природа Земли, тоже она враждебна. Очень хорошо показано, насколько же вот эти великие и прекрасные люди будущего оказываются к этому неприспособлены. Этим перевал и посёлок выгодно отличаются от всего сериала Балачёва и его цикла книг Павлыша. Кстати, для нас, жителей Сегежи, республика Карелия, города Сегежа, Павлыш имеет особое значение, но почему-то об этом никто в моём городе не знает. Дело в том, что у Павлыша был реальный прототип. Судовой врач сухогруза Сегежа, который ходил с северным морским путём и плавание, на котором однажды пришлось совершить и киров Балачёва. И вот с тех пор он написал сначала первый о нём роман, но вернее, это всё же скорее повесть, чем роман «Последняя война». По-моему, единственный советский роман пост-апокалипсиси, куда прилетает бездолёт Сегежа, на котором судовой доктор, вот этот самый доктор Павлыш. И там землянам приходится столкнуться с последствиями чудовищно-ядерной войны. И не только, кстати, землянам. Экипаж бездолёта был смешан. И вот дальше о Павлыша появился большой цикл, когда он судовой врач звездолёта и звездолётов, так скажем. И Перевал, и посёлок тоже как раз из этого цикла. Но, повторяю, Сегежа любителей научной фантастики не так много, и об этом у нас в городе почему-то мало кто знает. Балачёв, кстати, был самым экранизированным советским писателем-фантастом, и его повесть «Перевал» тоже была экранизирована. Но экранизирована в виде мультфильмов. Я читал много восторженных отзывов об этом мультфильме, но я, честно говоря, их не разделяю. Хотя бы потому, что здесь, на мой взгляд, нужен был не мультфильм. Он уже был нормальный художественный фильм. Самое же главное, Балачёву удалось очень хорошо передать, что колония землян, колония людей прекрасного далёка деградирует. И деградирует, пожалуй, всё же не в нравственном плане, а в плане чисто физическом. Хотя нравственная деградация тоже просматривается, но она ещё очень незначительна. Главные герои романа, как я сказал, подростки. Олег, Дик и Марьяна. Олег изо всех сил и сам того не осознавая, делает всё, чтобы остаться цивилизованным человеком. Дику на всё это наплевать. Он просто выживает и больше ничем не озабочен. Марьяна, в которую Олег тайно влюблён, тоже не особенно заморачивается темой цивилизации. И то, что завтра хозяевами жизни станут такие, как Дик, а не такие, как Олег, очень бросается в глаза. В частности, Дику уже удалось один раз спасти посёлок от голодной смерти. В голодную зиму он убил местное крупное животное, которое земляне стали называть медведем. И только поэтому посёлок выжил. В посёлке этих земных невольных колонистов нашли. И было бы, конечно, очень интересно посмотреть, как потом, прежде всего, Марьяна, Дик и Олег адаптировались к условиям жизни, к цивилизации прекрасного далёка. Ясно, что всех легче было бы адаптироваться Олегу, а всех труднее Дику. Но этого Балычёва не показало. Ещё одна интересная деталь, весьма характерная для Балычёва. В этом романе очень много приключений. Но почти они все бескрубны. Хотя происходит одна настоящая трагедия всё же. И вот это, я сказал, очень интересного Балычёва. Он умеет делать интересными очень, скажем так, простые, обыденные вещи. С минимальным экшном. Я вот такой чертой, такого таланта, ну, пожалуй, больше у писателей не встречал. Но я повторяюсь, Перевал мне понравился всё же куда больше, чем посёлок. Почему? Ну, по нескольким причинам. Первая, в нём предельно высока ставка. Во время катастрофы над чужой планетой, звездолёт сел высоко в горах, среди вечных льдов. Спасаясь от радиации, люди бегом, что называется, бегут с корабля и не захватывают даже самого необходимого, даже оружие. С огромным трудом им удаётся спуститься в гор и найти долину, относительно приводную для жизни. Но, тем не менее, как я сказал, без своей техники, и, главное, без высокотехнологического оружия, они оказываются перед дикой природой бессильны. В долине есть животные, которых можно употреблять в пищу, но они тоже охотно употребляют в пищу землян. Ну и чем это заканчивается, понятно. Земляне, да, деградируют, и кормиться мужчин, прежде всего, остаётся всё меньше и меньше. И всё, вернее, опасность голодной смерти. Единственный шанс выжить, послать экспедицию новую к звездолёту, взять там самое необходимое, а также попытаться связаться с Землей. Но, как я сказал, звездолёт сел высоко в горах. Дорога крайне опасна. Плюс часть этой дороги пойдёт, так сказать, по леденому безмолвию. И шансов добраться туда очень немного. 16 лет так живут земляне, пытаясь добраться во звездолёта, каждый раз посылаясь туда команды. Но ни одна из команд так и не вернулась назад. Но и вот подрастают дети. И самые приспособленные к жизни на этой планете дети – это Олег, это Марьяна, это Дик. И у них шансов добраться до звездолёта куда больше. И, по сути, вся повесть «Перевол» – это их путь к звездолёту. Крайне опасный путь. Повторяю, считается это так, что оторваться невозможно. Я думал долго, почему так считается. И пришёл к выводу, что очень может быть, что наши предки когда-то заселили планету нашу, аналогично. Они тоже, наши предки, развивали костыли, а не человека. Дело в том, что природа Земли не просто враждебна к человеку. Нашему с вами, человеку, нашего вида, к романьонцу. Она слишком к нему враждебна. Например, ни одно животное в головолюд не ломает себе ноги. Мы в головолюд ломаем их себе. Так что аж дым, как говорится, иют. Аналогичная ситуация ещё с одной вещью. Например, упав с третьего этажа, кошка ничего себе не сломает. Она делается только ушибом. Для нас это верная смерть. В лучшем случае переломаем себе все кости. Почему так? Этого никто не знает, но специалисты даже знают, что была бы на нашей планете гравитация в 2,5 раза меньше, мы бы тоже ни в головолюд ничего себе не ломали. И падение с третьего этажа для нас не было бы настолько опасным. То есть очень может быть, что наши предки всё же не отсюда. И попали они сюда вынуждены. Иначе бы они подобрали, если бы было это правильное, добровольное организованное переселение, они бы подобрали планету с подходящей для них гравитацией. И именно поэтому, может быть, вот этот путь Марьяны, Олега и Дика и смотрится вот так вот неотразимо. И читаешь, не отрываясь так об этом. Очень похоже, что в своё время путь наших, Марьяны, Дика и Олега, к звездолёту, оказался неудачным. И наши предки таки деградировали. Впрочем, это, конечно, только моё предположение. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok